Друзья, я снова вас всех приветствую. Очередная серия подарков на моем канале. Что вы со мной делаете, ребята? Это просто шок какой-то. Друзья, я так предполагаю, вы меня и именно вы очень скоро превратите в обзорщика различных РС устройств. То есть устройств на радиоуправлении. Потому что вы мне столько уже различных прикольных игрушек прислали. Это и вот такой вот самолет, который я недавно разбил. Уже восстановил. Даже немного затюнил, усовершенствовал. Укрепил здесь рули. Из-за них я и разбил. Я углеродным волокном усилил. Это и вот этот небольшой самолет, который тоже до сих пор в строю. Все здесь работает. Я сюда даже купил отдельный приемник. Ну и вот этот шикарный самолет. Также нужно будет приступить к сборке вот этого самолета. Также было очень много презентов с различным сопутствующим оборудованием. Таким как двигатели, всякие регуляторы и всякая разная мелочевка. За что вам всем, друзья, огромное просто безумное спасибо. Ну и сегодня у нас вот это вот чудо техники. Это машина, ребята. Это просто жесть. У меня нету своей собственной машины. Поэтому буду ездить на вот этом чудо агрегате. Точнее им управлять. Это весьма крупная машина на радиоуправлении с метанольным двигателем. Сейчас мы распакуем эту гигантскую посылку. Посылка весит 12 килограмм. Скрываю, безумно не терпится посмотреть, что там внутри. Посылка, дорогие друзья, от Владимира из города Москва. Вот это размер. Здесь в пакете, я так подозреваю, какие-то ништяки. А это что такое? Это топливо. У меня есть для метанольных машин топливо. Вот она банка весьма ценного топлива. Здесь 20% нитрометана. С топливом, кстати, для машин беда. Чем больше нитрометана, тем оно дороже. Причем значительно дороже. Для самолетов, к примеру, может быть в два раза дешевле банка стоит, чем для автомобилей. Потому что на машинах используется больше нитрометана. Я не знаю, сколько именно здесь. Но я думаю 20% как минимум. Так, смотрим. Это пультик управления. Это мы выяснили, что топливо. Это так называемая корка. Ну, по крайней мере, я слышал, так ее называют. Ну а это шасси. Вот оно какое. Это просто шок какой-то. Значит, смотрим, что здесь в придачу. Вот это тоже безумно нужные вещи. Это бутылка для заправки. Это у нас глушитель, который прогорел. Вот видно. Но это не беда. У нас есть токарный станок. Если что, можно новый выточить. У меня есть пару глушителей. Это, я как понимаю, ключик, чтобы откручивать и закручивать колеса. Это какая-то защита. Аккумулятор, видимо, по всей видимости, бортовой. Зарядка и поджиг. Кстати, крутой поджиг такой. Ух ты! Интересно, тут сменная батарейка. Это поджиг для накала свечи. Так как двигатель внутреннего сгорания. О, какая прекрасная вещь, друзья! Можно менять батарейки. Можно их сразу заряжать несколько штук и менять. Те накалы, которые есть у меня, у меня их уже три штуки, честно говоря. Два я заказывал с Алиэкспресса. Один мне также подарил зритель. И вот теперь их у меня действительно в достатке. Потому что еще плюс вот этот. Я теперь без запуска не останусь, я думаю, никогда. Здесь разные бутылочки с различными смазками для машинки. Еще нужно будет разобраться, что тут к чему. Аил, фильтр, ойл. Пропитка для фильтра, сразу понятно. Это тоже какие-то китайские, японские. С иероглифами смазки. Это очень хорошо. Этого дела смазок много не бывает. Потому что они должны быть прямо на все случаи жизни. Так, что вот это такое? Что это такое? Какая-то интересная вещица непонятная. Как я вижу, показывает температуру. Ох ты, ничего себе. Владимир, гигантское спасибо. Столько всяких прикольных тут вещей дополнительно положено. Я тебе писал, отписывался, что вот это вот, наверное, самое интересное. Копошиться во всяких вот этих вот вещах дополнительных. Это приемник. Я надеюсь, он подходит сюда. А может быть, это даже он и есть. Опять блок аккумуляторов. Все это нужно будет перепроверить. Опять же, еще один приемник. У меня уже есть несколько автомобильных приемников. Тоже были подарки от подписчиков. А это, друзья, стартер. Стартер для заводки авто. Ну да, без стартера его никак. Так как ручкой, я так понял, он не заводится, как частенько бывает. Ну а это шестигранники. Кстати, тоже за это гигантское спасибо. Вот таких прям очень не хватает маленьких шестигранников. Какая-то от пистолета инструкция. Может, пистолет тоже есть где-то здесь? Неужели и пистолет вот в пакете там лежит? Друзья, может такое быть? Я не представляю, если сейчас я пистолет там еще найду. И даже есть несколько мишеней для тира. Смотрим тогда, что в пакете. Я заинтригован. Мне кажется, там пистолет. Есть ли тут пистолет? Друзья, пистолета нету, по-моему. Но зато опять куча всяких смазочек различных. Очень хорошо. Разные герметики. Все здесь маленько растеклось, а надо все оптимизировать. Так, идем далее. Амортизаторы рабочие. Ух ты! Ничего себе! Вот это запас так запас. Впервые такое вижу. Ключик. Он тут и свечной, и на все случаи жизни колеса. Опять же откручивать, закручивать. И несколько свечей. Свечки вот эти импортные. Их нужно либо покупать очень дорого у нас в магазине. Есть там магазинчик у нас такой. Либо заказывать с Китая. И очень долго ждать. Так что эти импортные свечки очень ценная для меня вещь. Они еще и тут разные. Как я понимаю, можно их подбирать. Отлично! Ничего себе! Опять свечи. Вот это класс! Различные части аккумов, трубочки. В общем, мелочи. Опять же куча шестигранников. Прямо какой-то праздник какой-то. У меня таких шестигранников нету. Я использую китайское фуфло. Оно за один раз слизывается. Все никак руки не дойдут купить. Это надо целый день потратить, поехать в магазин, чтобы купить. Потому что поблизости, друзья, этого нет, к сожалению. А тут вот раз и все есть. За что? Владимир, гигантское спасибо! Нужно заводить теперь отдельное место, чтобы все это можно было складировать. Ладно, друзья, это я разберусь немножко позже со всем этим. Слишком много разных позиций. Нужно все распределить, чтобы можно было потом найти. А мы сейчас рассмотрим, что же здесь за аппарат. Знали бы вы, как я давно о таком мечтал. Это просто фантастика. Опа, колеса какие огромные. Полный привод и двигатель 4,6 кубических сантиметра. Друзья, ну надо же сделать пробный пуск. Я вот уже подключил аппаратуру. Уже колеса крутятся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А ну-ка. Накал есть, дабы не перелить. Буду так аккуратно. Есть контакт, завелся, друзья. Вот такой вот суперкар, вы видите? Я подключил шланг. То есть вот идет шланг. Но это чтобы в мастерской все на столе здесь не вымазать. Потому что двигатели сами понимаете. Надо же выйти и попробовать. Сейчас одену шапку, попробуем, погоняем. На улице правда тьма, ну хоть чуть-чуть. Чтобы увидеть следующий презент, придется выйти на улицу. А ну-ка, 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 ну-ка. Что здесь у нас? Желтая коробочка. О, написано CSCAM, друзья. Это мой друг Боря оставил мне здесь посылку, коробочку, так сказать. Презент. Ему это дело не надо, видимо. А нам в нашем блоге, конечно же, пригодится. Судя по коробке, здесь должен быть движок. Смотрим. О, тут даже целых два движка. Один разобранный. Тут видно, конечно, он очень уставший. Это комета MD5. Я уже такой заводил. Здесь очень старая свеча. Это очень старый двигатель. Это самый древний двигатель, который у меня есть, друзья. У меня есть точно такой же. Этот пойдет, я чувствую, на запчасти. Так, смотрим, что здесь еще. А вот он тот самый CSCAM. Так, вал тут не особо вращается. Нужно будет разрабатывать. Это компрессионный CSCAM. Боря, гигантское, спасибо. Все это дело нам пригодится обязательно. Посылка из солнечного города Сочи от Александра Ганченко. Итак, вскрываем, смотрим, что там у нас забито гвоздями. Смотрю, удастся ли мне ее вскрыть? Вроде бы удается. Что в этих коробках мы посмотрим немножко позже. А вот это... Это, ребята, дизельное топливо для микродвигателей. Нужно хранить его в темноте, потому что оно уже готовое к применению. Можно заводить и летать. Это, конечно, бесценная вещь. Наверное, заберем-ка мы это все вовнутрь. И посмотрим, что же спрятано в этих коробочках. Что-то коробочек очень много. Так, ну вроде бы все достал. Начнем вот с этой неизведанной коробки распаковку. Скрываем, что же тут Александр положил сюда. Ничего себе! Ребята, вы это видите? Это четырехтактный двигатель модельный. Да еще и на моторами. То есть в общем-то готовый, можно сказать, к использованию. Ставь и лети. Ничего себе! АСП фирма. Восьмидесятый объем. Я, честно говоря, восьмидесятый не знаю сколько это. Фантастика! Это калильный двигатель. Не бензиновый, но он четырехтактный. Здесь имеется карбюратор. Да, друзья, близятся времена, когда мы будем тестировать импортные двигатели. Я даже не знаю, ребята, у меня просто дар речи пропал. Слов никаких нет. Я не знаю, что сказать. Складываем его обратно. И смотрим, что тут у нас вот в этой коробке. Потому что в этой маленькой я уже видел. Ничего себе! Целая куча двигателей. Опять МД-5. Друзья, это двигатель с кольцом. Кстати, колец тут вечно на них не хватает. Это у нас что такое? Это компрессионный метеор. Очень круто! Это тоже метеор. Зажатый поршень полностью. А здесь что? Тоже какое-то кольцо или он? Он вместе с контрпоршнем ходит. МК-12. Это у нас CSCAM 2.5K. Кстати, прикольный двигатель. Именно для обычных моделей. А то вечно у меня CSCAM и гоночные какие-то. А это у нас Сокол ОТМ. Да, это весьма раритетный двигатель. У меня есть такой новенький. Тоже презент от подписчика. В свое время был. Я до сих пор не сделал обзоры на эти двигатели. Надо как-то собраться и сделать махом на все движки. Обзоры будут очень интересны. Вот этого я что-то никак не ожидал, что столько много двигателей будет дополнительно. Ну и что? Ребята, вы готовы посмотреть на дичь? А дичь... Вот она дичь. Самая большая в мире. Самая маленькая дичь. Видите, что написано? Двигатель внутреннего сгорания 0,8 дизель. Двигатель, так сказать, в коллекцию. Это ну прям совсем микро моторчик. Сейчас я вам покажу сравнение с другими микро двигателями, которые у меня есть. Вот еще один. Только это калильный моторчик. У него объем 0,2 кубических сантиметра. У этого 0,8 кубических сантиметров объем. Кстати, обалденная компрессия у него. Двигатель рабочий. Александр сказал, что все работает. Так что его будем тестировать. И вот такой моторчик есть в коллекции. Работающий на CO2. Объемом 0,27 кубических сантиметров. Вот этот моторчик. Он, кстати, из птичьей серии. Тут, видите, сокол. Это калибри. Есть еще промежуточный вариант. По-моему, 1,5 кубика. Я не помню, как он называется, если честно. Серия реально птичья. И вот это действительно коллекционный экземпляр. Найти такой двигатель просто нереально сложно. Спасибо, Александр, за такие ценные вещи. Вещи реально ценные. Некоторые из них очень и очень редкие. Так что спасибо гигантское. И привет из солнечного Ростова-на-Дону. Солнечному Сочи. Еще две посылки предположительно с инструментом. Но вот здесь я знаю, что... А здесь я до конца не уверен. Я вот посмотрел там в щелочку. Немного прорвано было. И меня немножко поразило увиденное. Презент из Екатеринбурга от Дмитрия Дмитриева. Разрезаем, смотрим. Так, раз, два. Верх. Тут, друзья, честно говоря, такая вещь, что нужно знать, где верх, чтобы не было мучительно больно потом. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Почему так? Здесь путать верх с низом ни в коем случае нельзя. Ну что, ребята, как вы видите, это коробочка с надписью УССР. То есть коробочка из-под инструмента. Посмотрим, что там внутри. Опа! Какая шикарная вещь, друзья. Я знал, что здесь концевые меры длины. Кстати, вот все-таки все равно они немножко провалились здесь. Хоть вверх с низом я и не путал. А как же вернуть обратно? Дело в том, что у меня есть такие КМД. Дмитрий спрашивал, есть ли у меня такой набор? Я сказал, что есть. Но он у меня весьма в ушатанном состоянии. Хотя этот, обратите внимание, он как новенький. Я его даже буду хранить дома, потому что такие вещи в гараже сыром. Зимой, по крайней мере, хранить нельзя. Смотрим на мой набор. Обратите внимание, что происходит от сырости с этими концевыми мерами длины. Кстати, для тех, кто не знает, это эталонные меры длины. Концевые. Здесь есть размеры на каждом. Маленькие идут через одну соточку, одну десяточку. В общем, тут разные варианты. Можно набирать все, что угодно, любые размеры. Это иногда пригождается мне на токарном, когда я точу в длину. Нужно длинный точно отмерять. Диаметр измеряется микрометром. А длинный обычно измеряю я концевыми мерами длины. Но вот мои... Они были немножко поржавевшие. А вот я их тут зачищал. Я ими пользуюсь. Пользоваться нормально можно, но не совсем приятно, скажем так. А вот этим набором уже будет приятно пользоваться. Но правда я его буду забирать домой, чтобы с ним не произошло то же самое, как и с этим. Потому что за зиму пару мест, пару новых ржавчин на нем появилось, к сожалению. Так что нужно сейчас упаковать. Все разложить по-нормальному. Потому что как-то оно здесь выскочило. И забрать домой. Брать с собой только при необходимости. Потому что вещь весьма ценная. И таких наборов хороших довольно-таки трудно найти. Очень часто встречаются вот такие потускневшие либо поржавевшие наборы. Так что, Дмитрий, гигантское спасибо. Это очень классная вещь. Пришлось все вытащить, придется заново разложить. Не знаю, возможно на почте что-то с ними произошло. Но набор новенький, друзья. Вообще фантастишь. Разложил набор и занял это всего лишь 5 минут. Следующая посылка. И она весьма гигантская, друзья. Здесь даже, как я посмотрю, есть какое-то письмо. Давайте сразу и посмотрим на него. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Пишет ваш подписчик и давний зритель из сибирского городка Усть-Илимск. Поражаюсь вашему терпению и целеустремленности. Радуюсь вместе с вами достижению такой внушительной реактивной тяги на самодельном ТРД. Вообще получился хороший сериал по сборке ТРД. Но тут я, пожалуй, соглашусь. Желаю вам достижения всех поставленных целей, развития вашего канала и новых изобретательских идей. С уважением. Юрий Ладик. Спасибо, Юрий, и за посылку, и за такой ценный отзыв о моей деятельности. Поверьте, меня это все очень мотивирует. И хочется создать какой-нибудь еще один очень грандиозный проект, чтобы было также интересно. Такой же интересный сериал получился. Я надеюсь, рано или поздно придут мне мысли по этому поводу. Итак, давайте откроем посылку, посмотрим, что же Юрий в нее положил. И там, я так подозреваю, тоже связано с инструментарием все это дело. Итак, смотрим. Вот это поворот. Это инструментальные ящички, ребята. Здесь что-то очень интересное. Давайте начнем с коробочек, вот с этого поролона. Тарахтит инструментом. И что мы видим? Мы видим развертку на 22. Такой у меня кажется нет. Это отлично. Сверлка на 15 тоже нет. Как-то Юрий угадал, чего у меня нет. Это зенкер, по всей видимости, на 18. Ну и две фрезы для фрезерного станка конус морзе 2. Какие-то тяжелые коробки, друзья. Возможно, здесь токарные пластины либо резцы. Ну видно, просто связано с инструментарием все это дело. Надо, наверное, вот так отодвинуть и вскрывать на столе. Ешкин кот! Да это же фрезы на 12. Новенькие фрезы, друзья. Это очень хорошо. Между прочим, у меня есть санговый патрон. И туда они встают как раз таки. И какое-то гигантское количество, просто нереальное количество напаек на резцы. Причем на маленькие резцы для ТВ, для таких маленьких станков. Неужели и здесь тоже самое? Столько же пластин? Конечно, столько пластин мне, друзья, за всю жизнь не освоить. Это просто гигантское. Нереально. Я что-то не с той стороны режу, по-моему. Так-так-так-так-так-так-так. Опять пластины. Небольшая кучка гигантских пластин. Тоже под большие токарные резцы. Вот такую я могу использовать. Кстати, тут таких, которые мне подходят. Несколько штучек есть. Но вот это, что такое, я не знаю, честно говоря. Вот хоть убейте вы меня. Я, конечно, сразу удивился. Но виду не показываю. Но я не знаю, что вот это за мелкие пластины. Куда их применять и как их применять? Я, честно говоря, вообще без понятия. Напишите в комментах, что это за пластины такие цилиндрические маленькие. Так, а я сейчас сразу себе выберу пластинки, которые буду использовать. Здесь фрезы. Это для шестерней. Модуль М2. Это переточенная. Это, это, это тоже модуль М2. М2. А вот это модуль 1, что ли? Очень ценные фрезы, потому что я такими нарезаю зубья. И еще одна фреза новенькая. Отлично! Опять фрезы. Все-таки не зря я купил цангу на 12. Здесь что-то у нас интересное. Пластины напайные. Опять надо будет учиться напаивать. Чувствую. Так, а что же здесь? Опять пластины чувствую? Посыпалось. Да, опять пластины резьбовые, всякие разные. Да, вот это количество пластин гигантское просто. Спасибо, Юрий. Тут токарить, конечно, не перетокарить. Но это керамическая пластинка. Такими пластинами я обтачивал подшипники, когда делал турбореактивный двигатель. КМД тоже пользовался, когда делал реактивный двигатель, чтобы подрассчитать именно на валу проточки, когда делал, чтобы подрассчитать зазор. Зазоры должны быть между крыльчатками весьма маленькие. Что же у нас в этих коробках? Не КМД? Нет. Гигантский микрометр. Такой какой-то необычный. Он стрелочный. Вот видите, друзья, что происходит с инструментом после долгого хранения? И из-за чего КМД потом начинает ржаветь? Когда вот этот вот поролон стареет, он превращается в такую липкую субстанцию. Нужно это все дело оттирать. На такой инструмент оно не влияет. Почему-то оно очень сильно влияет на КМД. Но это, конечно, вещь наикрутейшая. Это уже получается повышенной точности инструмент. Здесь два микрона ценоделения. То есть этот микрометр двухмикронный по сути своей. Все вращается, но нужно разрабатывать. А это калибр, чтобы его калибровать. Здесь ровно 50 миллиметров. В общем, все это дело нужно оттереть. Вынуть отсюда этот поролон сразу. Это какой-то ключик, чтобы разбирать. А это паспорт. ГОСТ, все дела. Допускаемая погрешность 1 микрон. Вот такие вот дела. Цена 430 рублей. Интересно, каких годов. И смотрим, что вот здесь. Коробочка полуоткрытая, но я пока не видел. Нутромер. С паспортом все тоже новенькое. Вот класс! Когда много нутромеров, хорошо, можно каждый под свой размер настроить. По крайней мере, несколько нутромеров можно настроить. Под какие-то часто используемые размеры и пользоваться. Здесь вставки. Полный комплект вставок. Это очень круто на самом деле. Опять же этот поролон, ребята, надо его сразу вычищать. Не могу терпеть я этот поролон разложившийся. Слушайте, настолько лютая вещь, что даже шаберы ее не берут. Обратите внимание. Можно шкрябать хоть целый день. Можно хоть этим шабером. Хоть вот этим. Не берет этот старый поролон и все тебе тут. Стамеска, кажется, берет. Остро заточенная стамеска. Вот так. Все, можно складывать обратно. Очень страшно. В этой коробке, я подозреваю, гигантский микрометр. Просто гигантский. Я просто не могу понять, что может быть еще в такой коробке. Жесть, так и есть. Кстати, не один, тут еще куча микрометров лежит. Вот это фантастика. Это насколько? Это настолько, насколько у меня нет. Это микрометр 75-100 миллиметров. Да, как раз такого микрометра у меня нет. У меня есть следующий размер и до этого. Теперь у меня полный набор микрометров. От 0 до 125 есть. И плюс еще вот этот вот просто гигантский микрометр. Просто огромный. Какие он имеет размеры, диапазоны измерений. Страшно себе даже представить. Вот какой новый в масле. Калибр здесь присутствует. Опять же, вот он. Для того, чтобы калибровать этот инструмент. Пластмасса немножко подуставшая. 275-300 миллиметров. Станок у меня позволяет работать таким инструментом. Видно, хряснули его в транспортной, Юрий. Потому что и коробочка... Жизненно важная тут ничего не пострадала. Неприятности то мы переживем. Юрий, огромное спасибо за такой набор токарной радости. Все пойдет в дело. Потому что все в тему, все нужные вещи. Так, друзья, на этом в принципе почти все. Но я на радостях. Хочу все-таки попробовать запустить и тот четырехтактный калильный двигатель. Хочется все-таки попробовать, как он работает. Так что сейчас ставлю его на стенд и мы попробуем. Вот этот вот непосредственно. Такие двигатели я раньше не заводил. Поэтому будет очень интересно, как он будет работать. Этот четырехтактный двигатель. То есть вот он рабочий ход, а потом идет ход наполнения. Так, подключаем свечу. Поставил гигантский винт. Ничего себе, на ненастроенном двигателе сразу какая тяга. Завелся весьма быстро, друзья. Вы слышите какой звук? Этот двигатель, он экономичный. Можно будет делать хорошие модели под него и запускать в небо. В общем, на этом, друзья, можно поставить жирную точку сегодняшнему видео. Всем огромное спасибо за презенты. Всем передаю привет. Всего наилучшего. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok